Рейнбоу, а может быть мы тебе волосы фиолетовый цвет перекрасим, как у Марии? Как у Марии? А это еще зачем? Ну я знаю, что ты с ее бывшим женихом встречаешься, а ему очень нравились волосы Марии. А да? Ну теперь понятно. Но вы знаете, я не хочу себе фиолетовые волосы. Мне просто нужно было цветные пряди поярче сделать. Ну в таком случае, Рейнбоу, у меня все готово. Ой, здравствуйте, Лолита, а вы бы не могли мне стрижку сделать, а то волосы уже в глаза лезут. Вы меня извините, мисс Джайв, но у меня сейчас обеденный перерыв, а потом у меня все до вечера расписано. Эх, ну вот я так и знала, и когда же мне теперь можно прийти? А вы приходите послезавтра, у меня будет время свободное с трех до пяти. Эх, ладно, понятно, придется еще два дня с такой прической ходить. Ой, как же я устала работать без выходных, вот бы мне где-нибудь помощницу найти. Ой, Лолита, у вас же обед сейчас, я тогда пойду, не буду вас задерживать. Странно, почему это Рейнбоу так сильно опаздывает, да еще и трубку не берет. Ой, Биби, ты мне звонила, ты извини, я не могла тебе ответить, я была в салоне, мне там цветные пряди красили. Ой, Рейнбоу, а зачем ты вообще в салон ходишь, только деньги дратишь, ты бы сказала мне, я бы тебя сама покрасила. Правда? А ты что, разве умеешь? Ну конечно, ты даже не представляешь, какие я красивые прически делать могу. Хе-хе, ну хорошо, Биби, а то Витчи хочет, чтобы у меня всегда идеальная прическа была, а в салоне запись на неделю вперед. Да, кстати, Рейнбоу, ты не знаешь, почему твой Витчи постоянно на работе моего Элвиса задерживает, может быть он не успевает сделать всю работу в рабочее время? А ты возьми, позвони ему сейчас и узнай, может быть вы сегодня куда-нибудь сходите. Да, ты права, Рейнбоу, надо позвонить ему, у него как раз сейчас начнется обеденный перерыв. Эх, ну и сколько тища на этой работе, Витчи нагрузил на меня столько работы, что даже пообедать некогда сходить. Ой, Элвис, привет, я тут мимо проходила и решила зайти к тебе обед принести. Вика, хе-хе, привет, а что ты там такое купила? Да, все то, что ты любишь, вот смотри, гамбургеры и хот-доги, ты кушай на здоровье. Хе-хе, ну надо же, как круто, еще никто так не заботился обо мне никогда. Ой, да ладно, ты говоришь, что тебе еще нужно, я с удовольствием тебе помогу. Правда? А ты можешь попросить своего брата, чтобы он мне работы поменьше давал? Ой, ну я могу, конечно, попросить, но тогда он станет, наверное, и денег тебе меньше платить. Да уж это точно, он лишние копейки ни за что не заплатит. Ой, Элвис, а что мы все о работе да о работе, может быть мы сегодня вечером в кино сходим, у меня как раз есть билетики в кино. Правда? Ты что меня в кино зовешь и мне даже билеты покупать не придется? Ну да, я билеты уже купила, думала с подругой пойти, а у нее там планы поменялись. Слушай, ну это выгодное предложение, я еще ни разу в кино бесплатно не ходил, хе-хе. Ой, подожди, у меня телефон звонит. Ладно, я не буду отвлекать тебя, я потом лучше еще как-нибудь тебе зайду. Ой, ну надо же, похоже это Биби мне звонит. Алло, привет, Биби. Привет, Элвис, я смотрю по времени, у тебя обед уже начался, может быть мы вместе в обед сходим, погуляем куда-нибудь? А, так ничего не получится, Биби, у меня столько работы, мне даже никак с офиса уйти нельзя. Ну, а может быть тогда мы с тобой сегодня вечером встретимся, когда у тебя работа закончится? А, ну ты извини, Биби, но сегодня вечером никак не получится встретиться, у меня столько работы, буду тут до вечера сидеть. Да, ну ясно, Элвис, ты позвони мне тогда, когда освободишься. Фу, еле отмазался, но не скажу ведь я Биби, что я с Викой вечером в кино иду. Я не могу понять, что происходит, Рэмбо, у меня такое ощущение, что Элвис специально со мной встречаться не хочет. Это странно, Биби, он же так долго добивался твоего внимания. Да уж, а теперь, когда он мне нужен стал, он вообще на меня внимания не обращает, наверное, слишком деловой стал из-за этой работы. А может быть тебе тоже на работу устроиться в свободное время? Да, было бы здорово, но кто же меня возьмет на полдня, ведь я же еще в школе учусь. А может быть тебе в салон красоты устроиться? Там Лолита говорила, что помощницу хочет себе найти. В самом деле, а ты думаешь, меня взяли бы? Работать в салоне красоты, это же просто моя мечта. А ты иди, сходи, поговори с Лолитой, пока у нее обеденный перерыв. Да, ты права, Рэмбо, я прямо сейчас к ней пойду. Здравствуйте, Лолита, там написано, что закрыто, но все-таки можно зайти? Ой, даже в обеденный перерыв нету, никакого покоя. Да, я тут просто узнала, что вам помощница нужна, и подумала, может быть вы рассмотрите мою кандидатуру? Мне нужна опытная, талантливая девушка, а не школьница какая-то там. А я опытная и очень талантливая, вы знаете, я всем своим подружкам прически делаю. Ну нет, знаешь, наверное, я все-таки тебе откажу, как я тебе своих клиентов доверю, они же все хотят у меня прически делать. Но вы же сами хотели себе помощницу. Да, хотела, но понимаю, что никто не справится с этой задачей. Здравствуйте, я на два часа была записана на прическу. Ой, а что, уже обед закончился, но вот, я даже свой кофе допить не успела. Ой, Лолитой, вы извините, это я вас отвлекла, давайте я сама сделаю ей прическу, совершенно бесплатно. Бесплатно? А, так что, разве можно? Можно, но результат будет совершенно непредсказуемый. А я уверена, что вам понравится результат, ну так что, дадите мне прическу делать. Ну, лично я не против, если бесплатно. Ну хорошо, Биби, делай прическу, а я пойду отдохну еще часок. Ну что ж, давайте знакомиться, меня зовут Биби. А меня зовут Кикс, вы можете мне какую-нибудь необычную прическу сделать? Необычную? А хочешь разноцветные волосы, как у меня? Разноцветные волосы, конечно, хочу, а что, можно даже настоящие сделать? Да, все можно, если ты не боишься. Интересно, что это еще Биби собирается с моей клиенткой сделать? Ой, тут оказывается столько волос, можно какие угодно цвета выбрать. Ух ты, мне, пожалуйста, все волосы сделайте, и желтые еще, пожалуйста, если есть. Ну хорошо, Кикс, я тебе сейчас сделаю такие яркие волосы, тебя все на улице будут замечать. Было бы здорово, а то никто на меня никогда внимания не обращает. А ты забудь про те времена, с этого дня будет все по-другому, ты же в салон Биби пришла. Так, угу, ой, просто замечательно получается. Угу, ну вот, все готово. Ну смотри, как тебе? Ну надо же, как это ярко и необычно, я даже себя не узнаю. Поверить не могу, как ты смогла такое сделать? Да я все что угодно могу сделать, если мне расческу дать. Хи-хи. Да я теперь такая красивая стала, может быть даже кто-нибудь из мальчиков влюбится в меня. Обязательно влюбится, ты только наряд себе другой подбери, купи что-нибудь такое, как у меня. А вы, Лолита, тоже считаете, что мне другой наряд нужно подобрать? Да, я думаю, Биби права, спортивный костюм сюда не подходит. Ну хорошо, значит я еще и в магазин схожу. Ну спасибо, Биби, тебе огромное, мне за такую прическу даже денег заплатить не жалко совсем. Ой, ну спасибо, я даже и не думала, что что-то заработаю за это. Ну надо же, какая я красавица стала, пойду теперь всем расскажу, чтобы в этот салон красоты шли. Ну так что, Лолита, вы возьмете меня на работу или нет? Конечно я тебя возьму, ты сегодня вечером сможешь поработать. Поработать? Вечером? Ну конечно смогу, я только до обеда не могу, потому что в школе учусь. Ну вот и замечательно, тогда я прозвоню своих клиентов, чтобы они вечером на прическу приходили. Здравствуйте, мисс Джавь, это Лолита, вы хотели на стрижку прийти, можете подходить сегодня вечером к 7 часам. Интересно, на какой фильм Вика билеты купила? Ой, а я что тебе не сказала? Это же ужастики, мои любимые фильмы, хи-хи. А в самом деле, я думал, что девушки только фильмы про любовь любят, хи-хи. Ну все девушки разные, лично я не люблю фильмы про любовь, я люблю влюбляться по-настоящему, хи-хи. В самом деле, а у тебя есть парень? Ой, да у меня нету парня еще пока, но я думаю, скоро он обязательно появится. Кстати, Элвис, как ты думаешь, я симпатичная или нет? Ты, да, конечно, хи-хи, ты очень симпатичная, только хи-хи, я же совсем забыл, твой брат запретил мне общаться с тобой. Я лучше пойду, тем более я совсем не люблю ужастики. Ой, Элвис, ну куда же ты, ты же все самое интересное пропустишь. Фух, ну надо же было мне угораздить сестрой Витчи в кино пойти, да если Витчи об этом узнает, он меня потом вообще с работы уволит. Уж лучше я своей Биби позвоню, она как раз хотела сегодня вечером со мной встретиться. Здравствуйте, еще раз, вы говорили, можно вечером на стрижку прийти. Да, присаживайтесь, Миджайв, это я сегодня буду вам стрижку делать. В самом деле, а вы мне прическу не испортите? Да нет, ну что вы, даже не переживайте. Ну хорошо, а то мне так срочно стрижка нужна, волосы уже совсем в глаза лезут. Да и мы сейчас из вас такую красавицу сделаем, жаль, что вы волосы перекрасить не хотите. Ой, у меня телефон звонит, это же Элвис, как не вовремя. Алло, Элвис, а ты что хотел? Да я тут уже освободился и вот решил встретиться с тобой, пока время есть. А, ну ты знаешь, Элвис, теперь у меня нет времени, я на работу устроилась и совсем не могу сейчас разговаривать. А как это ты на работу устроилась? А это еще зачем? Эй, Биби, подожди! Ну вот, трубку положила. Ничего не понимаю, зачем ей еще работа нужна? Она же еще в школе учится. Ну вот, все готово, Миджайв, посмотрите, такую прическу вы хотели. Ой, как быстро все готово, сейчас только в зеркало посмотрюся. Да, именно такую прическу мне постоянно Лолита делает. Спасибо большое, что выручили меня. Ну что ж, Биби, ты отлично справилась со своей работой. Ты скажи, ты не передумала еще быть моей помощницей? Ну что вы, Лолита, работать в салоне красоты, это же моя мечта. Ха-псс, ха-псс. Ой, почему это еще будильник звенит ради ночи? Ммм, как же все-таки приятно спать. Ах, сколько время, неужели я проспала? Я что, в школу опоздала? Да что же это такое? Не нужно было мне уроки до поздней ночи учить, легла бы вовремя и ничего такого бы не произошло. Вера Васильевна мне этого никогда не простит. Ребята, я надеюсь, вы все хорошо поняли новую тему, завтра будет по этой теме контрольная работа. Ай, Вера Васильевна, здравствуйте, хе-хе, извините, я проспала сегодня и поэтому опоздала немного. Ты опоздала на весь урок, Би-Би, давай скорее садись за парту. Ой, спасибо, я сама не ожидала, что так получится. Эй, Би-Би, ты прическу поправь, у тебя все волосы взъерошены. Ой, правда? Хе, спасибо, Рейнбоу, я даже сегодня в зеркало на себя не смотрелась. Ну все, ребята, урок окончен. Очень жаль, что Би-Би пропустила сегодня всю новую тему. Би-Би, а ты что, сегодня будильник не завела? Да нет, Рейнбоу, я завела, просто я работала вчера до самого вечера, а уже ночью уроки делала, вот и проспала сегодня. Ой, Би-Би, а может быть тогда стоит бросить эту работу, если она тебе учиться мешает? Да нет, Би-Би, я привыкну, мне все нормально будет, я не могу бросить эту работу, а то Элвис ко мне совсем интерес потеряет. Ой, смотри, а вот как раз Элвис звонит. Алло, привет, Элвис. Привет, Би-Би, я сегодня пораньше с работы освободиться могу. Что может быть, ты погуляешь со мной после школы? Ой, Элвис, а после школы не получится, мне потом сразу нужно на работу бежать. А, вот как, ну давай тогда вечером встретимся. А, вечером тоже не получится, я буду уроки делать. А, да, ну понятно, ты тогда позвони сама мне, когда у тебя время на меня появится. Ну ладно, раз Би-Би теперь не до меня, тогда можно и друзьям своим позвонить наконец-то, я уже и забыл, когда с друзьями время проводил. Эй, Бет, а почему ты совсем на меня внимания не обращаешь? Ты что, разве не замечаешь, какой я красавчик? Хи-хи. Ой, да какой ты красавчик, я и покрасивее тебя видела. Эй, а по-моему я очень даже ничего. Ну конечно, Найтфал, лично я думаю, что ты очень симпатичный, у тебя такие красивые глаза. Эй, Беби, хватит Найтфалу комплименты делать, вообще-то это я ему нравлюсь. О, здорово, девчонки, хи-хи, вы еще потеритесь из-за меня. Ой, извините, мне тут Элви звонит. Алло, ну надо же, какие люди. Да, привет, Найтфал, я же сейчас постоянно занят на работе, но сегодня могу пораньше освободиться и погулять с вами. Ну неужели ты вспомнил про своих друзей? Давай подходи, конечно, мы вообще-то уже гуляем. Хорошо, когда есть настоящие друзья, они всегда могут на тебя время найти. Эх, так хочется Элвиса увидеть, а мне опять приходится с сестренкой сидеть. Эй, Вика, а почему ты со мной не играешь? Да я играю, Машенька, вот, посмотри, какая рыбка. Да, какая хорошенькая, а давай наши игрушки будут дружить. Да ты что, Маша, рыбка и зайчик не могут дружить. Да нет же, все могут дружить, если захотят. Привет, сестренки, что играете? Молодцы. Ой, Витчи, хорошо, что ты пришел, мне нужно уйти срочно, ненадолго. Да? А когда ты вернешься, а то я вечером с Рэмбо встречаюсь. Ой, да я через час уже дома буду, ты не переживай. Ой, братик, как же здорово, что я теперь с тобой буду играть. Ну, рассказывай, во что вы тут с Викой играли? А мы играли, как рыбка с зайчиком подружились. Давай теперь они будут с Мишкой дружить. Ну, хорошо, давай, тогда я за Мишку буду играть. Хе-хе. Ну все, наконец-то я закончил эту работу. Теперь можно наконец-то пойти со своими друзьями погулять. Хе-хе. Ой, Элвис, привет, а ты что, куда-то уходишь? Привет, Вика, ну да, я сегодня все раньше закончил и уже гулять идти собрался. В самом деле, ой, ну ты же не пойдешь голодный, как хорошо, что я так вовремя пришла. Ты мне что, опять обед принесла? Ну, не стоило так беспокоиться, я пообедал уже, ну, от пиццы я не откажусь. Хе-хе. Да, мои друзья тебе не понравятся, наверное, они у меня не совсем обычные. Правда? А что же с ними не так? Да, они хулиганы немного, но ты знаешь, зато с ними очень весело мне, и я люблю с ними время проводить. Ой, ну надо же, я бы тоже так хотела подружиться с хулиганами. В самом деле, ну если хочешь, пойдем со мной, я тебя с ними познакомлю. Так, кажется, теперь домой через час я уже не вернусь, надо выключить телефон, чтобы Витчи дозваниваться до меня не стал. Странно, и чего это у Вики телефон недоступен, она же уже давно дома должна быть. А может быть мы еще немножко без Вики поиграем, мне с тобой играть даже больше нравится. Да я бы поиграл, Машенька, только меня там девушка ждет. Ой, а можно с тобой к твоей девушке поехать? А что, может быть ты и права, сейчас отвезу тебя к Рейнбул и поеду Вику искать. Ух ты, какой сегодня день интересный будет. Ну привет, ребята, сколько же мы не виделись. Привет, Элвис, а это что за девчонка там с тобой пришла? Да это одна моя хорошая знакомая, Вика, ты подойди, познакомься с ребятами. Всем привет, меня Вика зовут. Ой, Вика, вот уж не ожидала тебя увидеть, а ты что теперь с нашим Элвисом встречаешься? Ой, да ты что, Бит, мы не встречаемся, мы просто дружим с ним пока. Что-то я не понял, девчонки, а вы что, знаете уже друг друга? Ну конечно, Элвис, я даже как-то раз к Вике в гости приходила. Да, я помню, как ты приходила и угнала машину моего брата. Ой, да ладно, я же извинилась потом, это недоразумение вышло. Что-то я не понял, так это что, сестра Витчи что ли? Ну да, Витчи мой брат, а что в этом такого? Да ничего такого, просто мне твой брат синяк недавно под глазом поставил. Ой, ну знаешь, я здесь вообще ни при чем, ты с моим братом без меня разбирайся. Да ладно, ладно, что ты злишься сразу, я просто не хочу потом проблем из-за твоего брата. Ой, да ладно, ребята, давайте не будем ссориться, пойдемте лучше покажем Вике, как можно классно развлекаться в нашей компании. Ну ладно, развлекаться это я люблю, пойдемте скорее. Давайте, девчонки, не отставайте. Пойдем, Вика, тебе обязательно с нами понравится. Кажется, у Бет теперь новая подружка появилась, а про меня даже никто и не вспомнил. Ну вот мы и приехали, Машенька, сейчас подождем, пока Рейнбол выйдет. Ой, Витчи, привет, а мы что сегодня с твоей сестренкой будем гулять? Да не совсем так, Рейнбол, мне нужно у тебя Машеньку оставить, чтобы поехать Вику поискать. Ой, правда? А что, Вика пропала? Да нет, я надеюсь, нормально все, у нее просто телефон недоступен и домой она вовремя не вернулась. Ну конечно, Витчи, я посижу с Машенькой, ты главное Вику найди. Ну что, Машенька, останешься с Рейнбол? Конечно останусь, у нее такие прикольные полосатые носочки. Ну я надеюсь, ты справишься, Рейнбол? Да, конечно, Витчи, у нас все будет хорошо. Ну что, Машенька, пойдешь ко мне домой? Ну конечно, давай, кто быстрее прибежит. Эй, ну что вы так долго идете, вы сейчас все самое смешное пропустите. Эй, Найтфол, а ты что такое задумал? Да, и нам тоже интересно. Я сейчас покажу вам, как можно бесплатно еду в магазине покупать. Как это бесплатно? А так что, разве можно? Конечно, все можно, если только знаешь как. Ты только не слушай его, Вика, Найтфол тебя ничему хорошему не научит. Ну вот, смотрите, ребята, как хулиганы делают, когда кушать хотят. Здравствуйте, а дайте мне, пожалуйста, гамбургер самый большой. С вас 150 рублей, пожалуйста. Ага, хорошо, хорошо, сейчас только достану. Вот, пожалуйста, возьмите ваш гамбургер. Ага, спасибо, сдачи не надо. Эй, эй, куда это ты? Ты же мне ничего не заплатил. Похоже, эта продавщица собирается далеко за мной бежать. Ничего не понимаю, куда это он убежал с моим гамбургером? Ой, ребята, ну надо же, как с вами весело. Хе-хе, ты права, Вика, у нас каждый день что-то интересное происходит. Ребята, а вы случайно не знаете того парня, который у меня гамбургер украл? Да нет, не знаем, первый раз видим его. Ну конечно, мы бы с таким хулиганом вообще бы общаться не стали. Эх, ладно, придется мне свои деньги в кассу докладывать. Так, возвращаться мне уже назад никак нельзя. Надо подвонить ребятам, чтобы теперь они ко мне шли. Эй, ты, я свою сестру ищу. Ты случайно не знаешь, куда она подевалась? Эй, а что сразу я? Я вообще здесь ни при чем. Ты разве не видишь? Я один гуляю. Ну гуляй, гуляй, узнаю, что из-за тебя Вика пропала. То тогда тебе точно не поздоровится. Говорил я Элвису, не нужно было эту девчонку в нашу компанию приводить. Эй, Элвис, тут этот Витчи на машине свою сестру ищет. В вашу сторону направляется. В самом деле, ну спасибо, Найтфилл, нельзя, чтобы он видел ее в нашей компании. Эй, Вика, давай скорее быстрее, прячься за магазин. Элвис, что, гуляешь? А ты случайно Вику не видел? Да нет, Витчи, я не видел. Мы с Бетт только что к магазину пришли. Привет, Витчи, а может быть твоя сестра дома уже? Ну да, Витчи, ты домой езжай, Вика же никогда не ходит одна по вечерам. А что, может быть вы и правы, может быть действительно она уже дома, а я ее тут ищу. Эй, ребята, вы что наделали? Витчи сейчас домой придет, а меня там нету. Да мы сейчас еще быстрее него до дома твоего доберемся. Пойдем, я покажу тебе короткую дорогу. Ой, похоже, и Вика в нашего Элвиса влюбилась. Эй, Вика, давай быстрее, догоняй меня. У меня уже сил нету, Элвис, далеко нам еще идти? Да нет же, недалеко, мы уже почти пришли. Ой, я так быстро еще никогда не бегала. Ну вот, смотри, Вика, мы уже на месте, а Витчи все еще нету, хе-хе. Да, похоже, мы и в самом деле раньше не в воду дома добрались. Ну ты иди быстрее домой, пока Витчи не вернулся. Да, спасибо тебе, Элвис, сегодня был просто замечательный день, хе-хе, жаль, что мне придется домой вернуться. А, что-то я не понял, она что, поцеловала меня или мне просто показалось? Ну, если Вика все еще не дома, то я даже и не знаю, где теперь мне ее искать. Ой, Вика, ты дома уже, а я ищу тебя везде, по всему городу. Ой, братишка, а ты что так поздно вернулся, и где Машенька? Да я Машеньку у Рэнбоу оставил, тебя поехал искать. А зачем ты меня искал? Я еще в обед вернулась домой, не было никого, вот я и уснула. Ну, хорошо, что ты дома, Вика, а то я уже так сильно за тебя переживал. Да не нужно было переживать за меня, Витчи, у меня сегодня был просто замечательный день, хе-хе. Ой, Найтфолм, с чего ты вообще решил, что Вика нам деньги даст? Ну, ты же сама говоришь, что ей Элвис нравится. Ну, конечно, это сразу понятно. Ну вот, и ты просто объясни ей, что если она нам денег даст, то мы поможем ей Элвиса у Биби увезти, хе-хе. Ну, ладно, я попробую, только я не уверена, что у нее есть хоть какие-то деньги. О, ну надо же, Элвис новые фоточки выложил в своих соцсетях. Ну вот, опять это Биби с ней, ну чем она лучше, чем я? Ой, Вика, привет, у тебя открыто было, я без стука вошла. Вообще-то, Бэт, если знаешь, приходить без приглашения неприлично, а не стучать еще хуже. Да я всего лишь хотела тебе помочь начать с Элвисом встречаться, но если тебе не интересно, то, пожалуй, тогда я пойду. Эй, подожди, Бэт, ты что имеешь в виду? Мне очень интересно, но вот так-то лучше. Значит так, Вика, за определенную сумму денег я со своими друзьями готова сделать так, чтобы Элвис бросил свою Биби и с тобой встречаться начал. Правда? И как ты это сделаешь? Да мы уже с нашей командой целый план разработали, только стоить это будет 10 тысяч рублей. Ну ничего себе, где я возьму такие деньги? Ну, может быть, твой брат тебе поможет, ты уж сама подумай как-нибудь, а я тебя пока во дворе подожду. Да уж, конечно, брат мне поможет, он же мне ясно сказал, чтобы я вообще к Элвису близко не подходила. О, точно, я придумала, я скажу, что мне деньги нужны на ремонт моего ноутбука. Так, нарисую трещины на экране и скажу, что я нечаянно свой ноутбук разбила. Ну вот, осталось только немножко шума добавить. Эй, Вика, ты что там такое разбила? Вот теперь, братик, мне точно денег даст. Ой, Витчи, ты только посмотри, что у меня произошло. Что-то я не понял, ты что, ноутбук разбила? Да, ты представляешь, он выскользнул у меня из рук, ах я такая неуклюжая. Да ладно, сестренка, не расстраивайся ты так, ничего страшного не случилось, ноутбук ведь можно попробовать отремонтировать. Да, но ремонт будет очень дорого стоить, я узнала уже, нужно 10 тысяч рублей. В самом деле, ну ничего не поделаешь, ладно, на тебе эти деньги, только сама, пожалуйста, отнеси его в ремонт, а то мне некогда этим заниматься. Да, конечно, братишка, ты у меня такой замечательный. Эх, и чего только не сделаешь ради своей младшей сестренки. Ну надо же, все оказалось еще проще, чем я думала. Надеюсь, теперь Элвис точно моим будет. Ну вот, ребята, я принесла вам деньги, здесь столько, сколько просили. Ну вот, а ты бы отговорила еще, что Вика деньги не найдет. Вы главное не забудьте, за что я вам эти деньги плачу. Да не переживай ты, Вика, мы сделаем все, как договаривались, пошли, Найтл, деньги отрабатывать. Да, дело сложное будет, но ты не переживай, Вика, думаю, у нас все получится. Надеюсь, они не станут меня обманывать, они же все-таки теперь тоже мои друзья. Ой, а мне же теперь нужно куда-то ноутбук спрятать, Витчи же думает, что он в ремонте будет. Ну кто там еще так рано пришел, выходной день. Привет, Элвис, я тут мимо проходил, и вот решил зайти позавтракать с тобой. Ух ты, ты что, сам купил гамбургеры? Вот это да, пойду нам сок принесу. Да уж, пришлось потратиться сегодня ради такого дела. Я вот думаю, Найтл, почему меня все в последнее время покормить пытаются? Я что, хи-хи, на голодного похож? Да нет, хи-хи, ну почему же? А кто еще тебя покормить хотел? Да Вика постоянно на работу ко мне приходит и обеды мне приносит. Вот круто, с такой девушкой вообще выгодно встречаться, у нее же брат богатый, хи-хи. Да ты что, Найтл, я если не встречаюсь, моя девушка Биби, а Вика это так, просто подружка. Ну и зря ты не встречаешься с ней, по-моему, одна девушка хорошо, а две лучше, хи-хи. Ты что, хочешь сказать, что можно сразу с двумя встречаться? Ну конечно, а что, пока одна занята, ты другой звонишь. Да уж ты прав, Биби теперь постоянно либо учится, либо работает, но меня у нее совсем времени нету. Ну вот, а Вика не учится и не работает, а она в любой момент к тебе прибежит. Ты что, думаешь, что если я ее в гости позову, то она сразу придет? Да конечно придет, ты просто позвони, сам увидишь. Ну сейчас попробую, может быть ты и в самом деле прав. Ой, ну надо же, не могу поверить, это мне что, Элвис звонит? Алло, привет, Элвис, хи-хи. Привет, Вика, а ты сейчас что делаешь? Да, ничего не делаю, просто вот думаю, кому бы мне свой ноутбук на хранение принести? А ты приноси ко мне свой ноутбук, у меня в доме хи-хи, ничего не пропадает. Правда? В самом деле, Элвис, ну хорошо, я буду у тебя через пять минут. Что, через пять минут? Так быстро? Эй, Найтвилл, давай, уходи отсюда, ко мне скоро девушка придет. Да ладно, ладно, я понял, хи, без проблем, я только сок с собой заберу. Ну все, я свои деньги, кажется, по полной отработал, дальше я думаю Вика уже и без нас справится. Ой, ну надо же, какой у меня беспорядок, даже не знаю с чего начать. А, ну да, для начала хи-хи, одеться нужно. Так, стакан на кухню унести, а еще постель нужно убрать, и главное на стол нужно поставить что-нибудь вкусное и красивое. Ой, не могу поверить, что Элвис меня к себе в гости пригласил. Ой, Вика, хи-хи, привет, ну ты проходи, не стесняйся. Ой, да я и не стесняюсь совсем, мы же с тобой все-таки, хи-хи, не чужие люди. Ну вот и отлично, ты присаживайся за стол, я нам уже и чаю налил. Ой, Элвис, какой же ты романтичный, мне очень нравится, как ты устроил наше первое свидание, хи-хи. А ты думаешь, это что, у нас свидание что ли? Ну конечно, а ты что, разве так не считаешь? Да я даже и не думал над этим, я просто думал тебя чаем угостить. Да нет же, Элвис, ну не нужно все портить, скажи просто, что я нравлюсь тебе. Ну вообще-то, хи-хи, я думаю, ты очень красивая Вика. Ой, правда? Я думаю, Элвис, мы с тобой будем просто замечательная пара. Рейнбоу, мне нужно Элвису кое-какие документы по работе занести, ты подождешь меня в машине немного? Ну конечно, Витчи, я тебя подожду, ты не торопись. Вика, я сейчас посуду отнесу на кухню и можем сходить с тобой куда-нибудь. Ой, Элвис, тут к тебе кто-то пришел, я пойду открою. Витчи, а ты что здесь делаешь? Это я что здесь делаю, а ты что делаешь здесь? Ой, Витчи, тут такое дело, представляешь, я с Элвисом встречаться начала. Что? Встречаться с этим проходимцем? А ну-ка, пойдем-ка во всем разберемся. Не могу поверить, что значит Вика с Элвисом встречается? А как же Би-Би? Нужно позвонить ей и сказать, что у Элвиса теперь другая девушка появилась. Алло, привет, подруга. Би-Би, тут такое дело, у меня плохие новости для тебя. Что? О чем это ты говоришь? Да мы сейчас с Витчи подъехали к дому своему Элвису, а нам дверь Вика открыла сестра Витчи, и она сказала, что они с Элвисом встречаются. Не может быть, Рейнбо, может быть ты что-то не так поняла? Да нет же, я все так поняла, Витчи ее в дом повел, чтобы во всем разобраться. Рейнбо, иди, пожалуйста, посмотри в окошко, что у них там происходит. Да, хорошо, Би-Би, я посмотрю и все тебе расскажу. Ой, ну надо же, не могу поверить, что Элвис на такое способен. Представляю, как теперь Би-Би расстроится. Братик, ты только не устраивай скандал, пожалуйста, давай мирно разберемся во всем. Ага, я сейчас как разберусь мирно, так этому Элвису не поздоровится. Витчи, ну подожди же ты. Ну все, теперь дома порядок, можно теперь и с Викой сходить куда-нибудь. Эй ты, это правда, что ты с моей сестрой встречаешься, а я ничего не знаю? Да, я тебе не успел еще сказать, мы с ней только 10 минут встречаемся. Ах, вот оно что, я же говорил тебе, не смей даже и близко к моей сестре подходить. Ой, Витчи, ну извини меня, я не думал, что ты так разозлишься. Да это я еще добрый, а если разозлюсь, то тебе вообще не поздоровится. Ой, братишка, ну перестань, пожалуйста. Ну зачем нужно так все усложнять? Да ты просто не знаешь, с кем имеешь дело, Вика, у него вообще-то девушка есть. Но ведь Элвис может бросить свою девушку ради меня, правда, Элвис? Ну, конечно, я могу бросить, если это так нужно. Ну что, Рейнбо, о чем они там говорят? Ой, Би-Би, Элвис только что сказал Витчи, что бросит тебя ради Вики. Что? Да как он может так со мной поступать? Ты не расстраивайся, Би-Би, я просто не могла тебе этого не рассказать. Да ты все правильно сделала, Рейнбо, на тебя всегда можно положиться, в отличие от этого Элвиса. А я говорю, Вика, что он тебе не пара, ты вообще знаешь, с какими он хулиганами дружит? Ой, да нормальные у него друзья, я с ними уже познакомилась, мы с ними вчера так весело время провели. Что? Так ты что, я уже в свою компанию втянул? Ну, мы просто погуляли немного вместе, а что в этом такого? Ну все, Элвис, с меня хватит, с сегодняшнего дня ты больше не работаешь у меня, а еще забудь про мою сестру, вы никогда с ней не будете вместе. Ой, Элвис, ну сделай что-нибудь, я не хочу уходить. Пошли, пошли, Вика, и вообще забудь, где этот Элвис живет. Братишка, это несправедливо, мне нравится Элвис. Зря я вообще вас с ним познакомил. Ну вот, Витчи уехал и даже забыл, что со мной сюда приезжал. Эх, ну вот, Витчи Вику увел, да еще и с работы меня уволил. Ну ничего, зато у меня Би-Би осталась, сейчас приду к ней и пожалую, что меня Витчи с работы уволил. Надеюсь, она не бросит меня из-за этого. Ну надо же, какой негодяй, а я-то думаю, чего это у меня не звонит, думала он на работе занят, а он уже с другой встречается. Пусть теперь и не пытается ко мне вернуться, видеть его больше не хочу. Хорошо, что у Би-Би сегодня выходной, не получилось со Свикой никуда сходить, так с Би-Би сходим. Хи-хи. Ой, привет, Би-Би, а чего это у тебя сегодня такой беспорядок? Да, как тебе сказать, Элвис, это я злая была, вот и раскидала здесь все. Правда? Хи-хи, а я и не думал, что ты злая бываешь. На вот, возьми цветочки, чтобы ты добрая стала. Ах, цветочки, говоришь? На вот, получай своими цветочками и вообще больше ко мне никогда не приходи. Эй, ты чего это? Ты за что так со мной? Я же тебе ничего не сделал. Можешь больше не обманывать меня, Элвис. Я знаю, что ты с сестрой Витчи встречаешься. Да нет же, Би-Би, я с ней не встречался, у нас с ней только одно свидание было. Значит, все-таки это правда, Элвис, видеть тебя больше не хочу. Хи-хи-хи. Ну вот, как же так получилось, я в один день сразу двух девушек лишился, да еще и работы. Ребята, а вы не забывайте ставить нам лайки и подписывайтесь на наш канал Веселые Игрушки. А если комментарии будут скрыты, то вы можете оставлять свои комментарии на нашем втором канале Леди Кэти или в нашем инстаграме, ссылочка сразу под видео. И не забывайте, что видео на нашем канале выходит каждый вторник и пятницу.